Всем привет, друзья! Добро пожаловать в канал об Австралии. Меня зовут Александр Идаринкин. Я являюсь зарегистрированным миграционным агентом здесь, в Австралии, номер 1794701, а также я являюсь директором компании VimeAgrationOffice, которая занимается английским языком по всему миру, образованием в Австралии и миграцией в Австралию. Но в этом видео разговор будет не об этом. В этом видео мы поговорим о фактах и моих наблюдениях об Австралии, потому что многие из вас просили продолжить эту серию. И сегодня восьмая часть этой серии. Я ничего не писал вот здесь на доске. Я вам буду говорить свои факты и объяснять, что они значат. Итак, факт номер один. В восьмой части разговоров об Австралии. В Австралии есть чувство комьюнити, то есть очень развито волонтерство. К примеру, в США очень сильно развит индивидуализм. В Австралии же нет нашей комьюнити, мы с комьюнити решили, комьюнити сервисы и так далее и тому подобное. В общем, опять-таки, социализм бьет через край. Идем дальше. Такое ощущение, что иммиграция в Австралию, вообще тема и топик иммиграции в Австралию, это не национальная стратегия, а только политика. И с ней не знают, что делать. Вот, к примеру, сейчас, когда я записываю это видео, в Австралии есть большой кризис. Вот Питер Даттман хочет стать премьер-министром, а также другие политики объявили о том, что они хотят стать премьер-министром. И многие говорят о том, что иммиграцию нужно уменьшить или увеличить, или снова уменьшить. В общем, как будто никто не знает, что делать и как делать. Идем дальше. Третий факт. Проснулся пораньше, пораньше лег спать. И действительно, если вы пойдете по улицам Австралии в 7-8 вечера, вы никого там не увидите. Да, будут проезжать машины, но такого, как у вас в стране, а я предположу, что вы из России, из Украины, из Белоруссии, что люди гуляют, наслаждаются жизнью, не будет. Австралийцы пораньше встают, пораньше идут на работу, пораньше приходят с работы и пораньше идут в кровать спать. Идем дальше. Четвертый факт. Австралия живет с оглядкой на Европу. И действительно, Австралия пытается наверстать Европу. Австралия хочет быть частью Европы. Даже, к примеру, известный конкурс, такой как Евровидение, принимает Австралию там. Несмотря на то, что это не часть Европы. Но австралийские корни, в общем-то, исходят из Европы. И до сих пор многочисленные потомки европейцев живут в Австралии. Поэтому, конечно же, они смотрят на Европу. Будь то англичане, греки, итальянцы и другие народы и нации, которые приехали в эту прекрасную страну. И пятый пункт в этом видео. В Сидней имеется 4 времени года. Многие думают, что Сидней это рай. И если вот так вот вы посмотрите, то увидите, что погода может быть довольно-таки прохладной. Это видео я записываю в августе месяце, когда зима в Австралии. И временами бывает очень холодно. Сегодня было плюс 3 утром. Я ушел, в рубашке, в пиджаке было довольно-таки зябко и холодно. Конечно же, это не сравнить с зимой где-нибудь в Сибири, откуда я родом. Но так или иначе, в Австралии прослеживаются четкие 3 времени года. Точнее, 4. 4 времени года. На этом факты заканчиваются. Я увижу вас в следующей части. Если вам понравилось это видео, поставьте классы, лайки, а также подпишитесь на мой канал. Здесь будет очень много интересного об Австралии, об эмиграции в Австралию, об образовании по всему миру. Подписывайтесь на мои группы ВКонтакте. В описании будет внизу. Добавляйтесь в друзья в Фейсбук и ВКонтакте. Подписывайтесь на канал. Я увижу вас в следующих видео. Пока!